Всех приветствую, дорогие друзья, любители чёток и зрители нашего канала. Сегодня поговорим на такую тему, как мошенники в чёточной теме. Не часто эти темы поднимают на чёточных каналах, к сожалению или к радости, а вопрос спорный. Но сегодня поговорим именно об этом. Начну я, пожалуй, с нашей ситуации, которая была год назад. Какой-то парень начал пачками скачивать фотографии готовых работ из нашего каталога чёток и выкладывать потом эти фотографии на OLX, это торговая площадка в Украине, как Авито в России. И там он продавал виртуальные чётки, которые на самом деле находились здесь у меня на Корсике. И что самое интересное, виртуальные чётки стоили в три раза дешевле, чем настоящие. Работы, которые продавал этот парень в Украине, это были работы мастера Валентина. Поэтому у мастера Валентина были все права, чтобы отстоять свои изделия. И, само собой, он быстренько вычислил, кто стоит за этим аккаунтом, с ним связался, рассказал, почему в Одессе Рубероид, тот немножечко обосрался и удалил аккаунт, что правильно и сделал. И вроде бы никто не пострадал, а я для себя сделал определенные выводы и сделал ограничение в нашем каталоге чёток, что теперь нельзя делать скриншоты и сохранять фотографии. И это всё сделано для того, дорогие друзья, чтобы не было мошенников. Но ситуации могут повторяться. И сегодня у нас похожая ситуация, но с мастером Сергеем. А ситуация следующая. Мастер Сергей, он же хозяин YouTube-канала Джентльмен Чётки, присылает мне ссылку на аккаунт в ТикТоке, который называется «Изделие ручной работы». И на этом канале в ТикТоке 4 видео от мастера Сергея. То есть, на тот момент, как я записываю это видео, уже осталось два. То есть, скорее всего, либо он уже два удалил, этот мошенник наш любимый, либо уже просто забанили, потому что мы уже накидали несколько жалоб. Сейчас я вам объясню, о чём идёт речь. В общем, какой-то парниша просто взял и скачал 4 видео у мастера Сергея. Вот просто тупо скачал, наложил свою музыку и закинул. То есть, одним словом, скоммуниздил чужой контент. Это уже, как минимум, неприятно. Само собой, никто никому ничего не сказал. В том числе и мастеру Сергею. И вот сегодня давайте на эту ситуацию посмотрим с разных ракурсов, немножко порассуждаем. Но перед тем, как это начать, хочу сказать один момент. Сейчас кто-то из зрителей скажет, «Сергей, ну мало ли кто копирует контент. Такого полно. Такое сплошь и рядом, и оно везде». Я согласен. Но у нас не любой контент. Если это был бы какой-то юмор, там, про котиков, собачек, или как спасать мопсов на пляже. Базара ноль. Всё, копируете, никакого дела. Но, по большому счёту, в чёточной теме почти все чёточные каналы завязаны на продажах. Да, есть некоторые каналы, где показывают чисто свои коллекции, какую-то информацию, или учат людей крутить чётки. Есть такие каналы, где не идёт привязка к продажам. Но, по большому счёту, почти все мастера, которые делают чётки, у них всё завязано на продажах. Вот ты сделал работу, ты её продал. Начал следующую. Сделал работу, продал. То есть, нет продаж, нет нового контента, нет новых работ. Если мастер сделает 50 работ, и ни единой не продаст, он просто перестанет делать чётки, понимаете? Поэтому, почти все чёточные каналы, которые делают чётки, у них всё завязано на продажах. Нет продаж, нет контента. Так это работает. Итак, вернёмся к нашим баранам. Этот пассажир, не буду его так называть, этого мошенника, пассажир, он что делает? Он просто берёт, копирует чужой контент и его себе присваивает. Кто-то скажет, ну, возможно, он хотел сделать вам рекламу. Окей, давайте рассмотрим этот вариант. Он положительный, но я вам сейчас приведу несколько аргументов, и вы поймёте, что это нифига не реклама. Если это реклама, хорошо. Ты хочешь прорекламировать чьи-то чётки или чей-то канал. Я думаю, правильно в первую очередь поставить в курс самого мастера. То есть позвонить человеку, поинтересоваться, могу ли я взять ваш контент для такого-то, такого-то канала, чтобы там его показать с целью того, чтобы вас прорекламировать. Поговорить с человеком, пообщаться, это как минимум правильно. Это по-порядочному. А просто вот так вот взять и скачать тупо у кого-то то, над чем человек работал, это как минимум некрасиво и непорядочно. Это первый момент. Второй момент. Человек не отвечает. То есть ему написал сам мастер Сергей. Он ему не отвечает. Я ему написал. Он меня вообще в бан кинул. То есть он не хочет идти даже на контакт с людьми, которые сделали этот контент. Понимаете? То есть человек даже не считает нужным объяснить, как так получилось, что у него на канале оказалось чужое видео с чужими работами. И это уже вызывает определенное подозрение. То есть что здесь что-то не то. Следующий момент. На этом ТикТок канале кучу разных работ с разным почерком. Да, кто-то скажет, Сергей, так у тебя тоже на канале много разных работ от разных мастеров с разным почерком. Все верно. Только я всегда говорю, кто их сделал. А если не говорю, то обязательно пишу. Вот эта маленькая деталь отличает человека, который рекламируют, от человека мошенника. Понимаете? Это очень важно. А там вот на этом канале просто видео, которые где-то скачаны. Сверху наложена музыка и все. Никакой информации. И что самое интересное, по минимуму информации. То есть непонятно, как с этим человеком связаться. Нету нигде никаких контактов. Нигде не говорится, кто сделал эти работы. Пишешь этому человеку. И он сначала смотрит, кто написал. И потом выбирает. Кинуть тебя в банк или тебе ответить. Это все максимально странно. Вот лично для меня это все максимально странно. И человек 100% не делает какую-то рекламу. Окей. Предположим, это перекуп. И у него есть эти работы, которые он показывает на канале. Но если у тебя есть эти работы, и ты хочешь их перепродать. Но сними что-то свое. Выйди на улицу там. Помаши камерой. Сделай пару снимков. Пару кадров. Засними какое-то коротенькое видео. И будет тебе свой личный контент. Неужели это тяжело? И все. И перепродавай на здоровье. Никто не против. А просто вот так вот взять и скачать чужой контент. Ну, я этого не понимаю. Ну, а пока я снимал это видео. Прояснился еще один интересный момент. Этот пассажир принимает заказы и делает работы под заказ. Только вот мастер Сергей не в курсе. Это первое. А второе сегодня 15 августа. А мастер Сергей не принимает заказы до 1 октября. То есть мастер Сергей заказы не принимает. А этот пассажир принимает. Замечательно. Ну, хорошо. Может быть он имел в виду то, что может повторить работу Сергея. Ну, так сделай сам работу. Сделай сам четкий. И потом сделай видео. В чем проблема? Короче, мне все предельно ясно с этим пассажиром. И вот теперь, когда мы на эту всю ситуацию посмотрели с разных ракурсов. Разобрали несколько вариантов. У меня остается еще один железный аргумент. У мастера Сергея есть абсолютно все права отстоять свое. А мы должны ему помочь в этом. Когда я говорю мы, это означает я, наша команда. Другие мастера, а также зрители нашего канала. Потому что Сергей это все создавал с нуля. Это то, что он сам сделал. Он сам сделал четкий. Он сам снимал видео. Он сам это все монтировал. И у него есть абсолютно все права отстоять свое. Повторюсь. Потому что, если мы сейчас это все не будем пресекать, то завтра на месте Сергея может оказаться любой мастер. Мало того, что скопируют ваш контент, скопируют ваши видео, скопируют ваши работы, что мало приятно, согласитесь. Это самая малость неприятного. Потому что, если этот человек начнет брать какие-то предоплаты или продавать виртуальные четки, будет в разы хуже. Потому что, потом этот аккаунт может испариться в воздухе. А люди, которых кинули, они никуда не денутся. И они будут носом землю рыть. И когда найдут похожие работы или такие же у вас на канале, у порядочных мастеров, вопросы будут потом к вам. Здесь приятного мало. Для того, чтобы было меньше мошенников в чуточной теме, и чтобы чуточная тема была более безопасной, для этого надо что-то делать. Понимаете? Потому что из-за таких мошенников потом пропадает доверие к настоящим порядочным мастерам. И потом, раз человека кинули, два человека кинули. Он, возможно, перестанет четки заказывать. А если нет, то будет потом на каждого мастера смотреть косо. И так мозги выносить во время покупки, что никто не захочет так работать. Я хочу, чтобы в чуточной теме было абсолютное доверие. И чтобы поменьше было всяких мошенников. А для этого нужно это все дело пресекать. Поэтому, дорогие друзья, у меня к вам большая просьба. Ссылочку на этот аккаунт в ТикТоке, этого мошенника, я оставлю в описании, в закрепленных комментариях. Обязательно переходите и кидайте жалобу. Там раздел мошенничества и обман. Чтобы этот аккаунт заблокировали. И не думайте, что, да, там на канале у Сергея 51 тысяча, они там как-то и сами справятся без меня. Нет, каждый человек важен. Каждая жалоба важна. Ну, а также подписывайтесь на канал Мастера Сергея. Ссылочка тоже будет в описании, в закрепленных комментариях. Чтобы знать, где делаются оригинальные работы. Ну, а вам, дорогие друзья, желаю хороших чёток, хорошей жизни. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok